Всем привет! С вами я, Виола, и сегодня я хочу поговорить с вами о подарках. Мы все любим их получать, но я отношу себя к категории людей, которые еще больше любят их дарить. И в моей жизни появился человек, который тоже этим грешит. Это очень такое видео для меня приятное, волнительное. Я очень тронута. Как вы уже, наверное, поняли, мне преподнесен подарок к моему дню рождения, который вот уже буквально на подходе, на пороге. Я жду его с огромной радостью, потому что хочется встретиться, увидеть тех людей, которые мне дороги, отметить свой праздник с ними. Да, но есть люди, которые находятся далеко, которые не могут присутствовать, и даже с которыми ты лично не знакома. Но, тем не менее, их теплота, она все равно внутри. Она настолько ощущается, и это удивительно. Это удивительно, это невероятно приятно, и это очень дорого. Есть девушка, ее зовут Татьяна. Она звалась Татьяна. И живет она в Ростове. В славном городе Ростове-на-Дону. В Ростове вообще живет огромное количество очень замечательных людей, скажу я вам. Но сейчас мы поговорим конкретно о Тане. Танюш, все слова благодарности я выскажу тебе потом. Сейчас просто предыстория. Мы познакомились, конечно же, благодаря Ютьюбу. И наше общение, оно из такого, скажем, делового, перешло на другой уровень совершенно. Вот. Появилась привязанность такая, появилось родство душ. И вот так вот мы общаемся. На протяжении определенного количества времени такая взаимная симпатия возникла. И Таня очень тепло, очень относится с любовью к Марьяше. За это тоже отдельное спасибо. Это очень приятно любой маме. Конечно, я не являюсь исключением. Да, что-то уж тут греха таить. У меня аж язык заплетается. Когда я волнуюсь, у меня всегда так. Хорошо, если заикаться не начну. Такое тоже бывает. Ну так вот. И Таня захотела сделать мне подарок к моему дню рождения. Она сначала хотела мне подарить нечто такое, что я сказала, нет, ни в коем случае я это не приму. Даже не думай. Да, и в итоге, в общем, она мне предложила выбрать самой себе подарок от нее. Чтобы, глядя на него, в общем, я думала о ней. Когда я сказала, что, слушай, то, что у тебя возникло такое желание, для меня это самый дорогой подарок. Потому что, ну, это очень ценно. Тем более в наше время, когда люди, ну, как-то стали немножко другими. И потом, я повторюсь, мы не знакомы лично абсолютно. Мы никогда не виделись. Я не скажу, что мы никогда не увидимся, потому что это неизвестно. Плюс супругу Таня наш, земляк, он азербайджанец. Огромный привет уже передавая своему супругу. Поэтому вполне вероятно, что жизнь нас ведет уже так лично. Я очень этого хочу и надеюсь на встречу и на знакомство личное. Вот. Но, тем не менее, пока это не так. И, в общем, я долго думала, признаюсь, мне было неудобно, дико, в общем, я стеснялась. Я позвонила Мегрибанху, она ему говорю так и так. Она мне говорит, это же так здорово. Я говорю, да, это здорово, но мне так неловко. У меня такой характер, ну, в общем, я говорю Тане, я Тане тоже сказала. Я говорю, слушай, я к своим 45 годам так толком не научилась принимать подарки. Видимо, вот это есть какая-то проблема такая во мне. Да, и... Ну, Таня на своем настояла, я сдалась. В общем, мы с ней много по этому поводу спорили. Таня даже на меня обиделась. Прости меня, пожалуйста. Я еще раз прошу тебя прощения, потому что я объяснила тебе причину. Вот. Да, и... Все, мы пришли к общему знаменателю, что я выбираю себе подарок. И, в общем, он у меня от Тани. Буквально было видео, где я восхищалась одним кольцом. Я думаю, многие из вас уже поняли, о чем речь. И хочу сказать, что вот это кольцо с цитринами, которое меня очень впечатлило. Я не знаю, вот я в него влюбилась. Но... Так никто им не заинтересовался. Я была ошарашена, потому что это кольцо. Но оно для меня просто одно из совершенных каких-то украшений, на мой взгляд. Да? Это определенное произведение искусства. Опять-таки, на мой взгляд, на мой вкус. Но, видимо, я одна так считала, потому что кольцо ни на кого впечатлений никакого не произвело. По нему не было даже ни одного вопроса. Представляете, насколько это странно? Да, ну, в общем, кольцо, как бы, видимо, все-таки ждало у меня. Я сразу скажу, глаза я на нем не оставила, ничего такого нет. Просто мне оно понравилось. Вот оно меня восхитило. И в итоге вот это кольцо Таня подарила мне. Я вам передать не могу, как я счастлива. Я его уже поджала под себя, потому что оно на мне немножечко болталось. Девочки, мальчики, в общем, все, кто смотрит это видео. Боже мой, как это замечательно, что вот доброта и щедрость человеческого сердца, она живёт в нашем мире. Она существует до сих пор. И, боже мой, как это меня лично делает счастливой. Осознание вот этого факта меня делает настолько счастливой. Я не могу просто вам передать. Я до сих пор смущена, но я счастлива. Вот счастлива. Я не буду говорить, что это память или что-то, потому что для меня память – это не вещи, это не нечто материальное. Для меня память – это внутри меня. Для того, чтобы я относилась к человеку с любовью, с нежностью, с заботой, с теплотой, для этого не нужны подарки, которые бы мне об этом человеке напоминали. Безусловно, нет. И никому они не нужны. Мы относимся к людям так, потому что они сами такие. Но, конечно же, очень тепло и очень греет. И тепло становится на сердце, что этот человек захотел и вот так тебя порадовал. Вот такая у меня красота. Я влюблена в это кольцо. Окончательно и бесповоротно. Для меня это нечто волшебное, нечто магическое, какое-то, ну, невероятное. Спасибо тебе. Огромное тебе спасибо. Я тебе очень благодарна. Я не могу передать, насколько ты порадовала мою душу. Я иначе не могу сказать. Говорят, ценен не подарок, цен на внимание. Да, дорог не подарок, дорого внимания. Но здесь у меня внимание и плюс подарок. В общем, всё сошлось. Тань, я желаю здоровья тебе. Я желаю здоровья всем. Потому что это единственное, что невозможно купить за деньги. Я говорю шаблонами, но на самом деле это так и есть. Я не люблю шаблоны. Но я признаю, что практически все они – это истина. Истина, придуманная задолго до нас с вами. И я желаю всем доброты, щедрости. И щедрость заключается не в том, чтобы дарить подарки незнакомым людям. А если ты не подарил, значит, ты какой-то скряга. Конечно же, нет. Вы сами прекрасно всё понимаете. Щедрость – это дарить хотя бы капельку тепла и заботы окружающим тебя людям. Спасибо тебе, Таня. Ты меня очень тронула. Я хочу поблагодарить вас всех. Вас всех за те комментарии, которые вы мне пишете под моими видео. За ваше отношение ко мне. Мне это очень приятно. Меня это очень сильно, знаете как, сильно усиляет. Звучит бредово. Но это действительно придает силы. Когда ты чувствуешь вот эту энергетику, этот посыл, это окрыляет и это придает силы. Таня, ну, я очень рада. Я так рада. Но я не могу налюбоваться. Я его сегодня забрала. И целый день с ним, как цыган с тормой, носилась туда-сюда. Это мне наконец выдалось время, и я тут же бегом села снимать видео. Спасибо тебе большое. Буду носить с таким удовольствием, с такой гордостью и с такой теплотой, что передать не могу. Но не могу передать, потому что это словами не передается при всем желании. Вот. Наболтала, как обычно. Ну, не знаю. Хочется же делиться такой радостью. Таким подарком. У меня еще день рождения началось, а подарки уже начались. Вот так. Сейчас вы меня видели. Это не вспышка. Это, по-моему, моя улыбка так сверкает. Озаряет это видео. Ой, спасибо. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Спасибо, в общем, всем за все. Спасибо миру. Спасибо вселенной. Спасибо Господу Богу. Не знаю. Вот за ту жизнь, в которую я живу. За тех людей, которые приходят в мою жизнь. Для тех людей, которые уходят из моей жизни. Господи, я за все благодарна. За все те знакомства, которые у меня появились благодаря Ютубу. За моих доброжелателей, за моих недоброжелателей тоже спасибо. И всем, всем, всем без исключения я желаю всего только самого доброго. Берегите себя. Берегите своих близких. А с вами была я, Виола. И привет вам из вечернего, жаркого, но самого любимого Баку. Всем пока, мои дорогие. Мы еще с вами уедемся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...